МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ни пяди врагу!" Невозможно поверить, что в 21 веке, спустя 50 лет после полета Гагарина в космос, в эпоху интернета, когда человечество стоит на пороге создания искусственного разума, мы все еще можем наблюдать вот такие захватывающие зрелища. Кулачные бои стенка на стенку и настоящие средневековые побоища. КРИКИ Брауновское движение сотни разгневанных мужчин, пытающихся поделить несколько гектаров земли. КРИКИ В ход идет все. Помповые ружья, дробовики и кулаки. В качестве пушечного мяса выступают обычные бандиты, за которыми появляются они, так называемые рейдеры. Гопники в белых воротничках. Новый вид, который пришел на смену бандитам из лихих 90-х. Вроде бы интеллигентные люди с высшим образованием, но по сути своей, те же самые жулики, бандиты и воры. Есть такое четкое комитетное определение, решало. Человек, который может входить в те либо иные кабинеты и договариваться о тех либо иных услугах. Собственно говоря, о коррупционных. Внимание, розыск! Сейчас этого известного на всю страну человека ищет не только Следственный комитет России. С бывшим депутатом Госдумы Алексеем Митрофановым хотели бы поговорить многие его партнеры. Он сбежал из страны в Хорватию и прячется там не только от уголовного преследования, но и от многочисленных кредиторов. На кону стоят, я думаю, приличные деньги. Митрофанов и его супруга Марина Лили Вялья, бывший парламентский корреспондент, владели тремя квартирами в Москве. У них было пять машин и огромный земельный участок в Псковской области. У Лили Вялья свой бизнес в Европе, который оценивается в несколько миллионов долларов. Люди не бедные. При этом Митрофанов зачем-то постоянно брал взаймы, причем огромные суммы. По самым скромным подсчетам, он задолжал друзьям по партии, банкирам и бизнесменам около 10 миллионов долларов. Вот, например, расписка, которую депутат оставил руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому. За что он обещал однопартийцам такую сумму? Он пообещал Жириновскому, что внесет эту сумму в предвыборный фонд ЛДПР, и не внес. То есть стало жалко больших денег, жаба задушила. Фигура политика Митрофанова одна из самых загадочных в истории российского парламента. Известно, что до прихода в Госдуму Митрофанов не работал ни дня. Он окончил МГИМО и словно по волшебству стал одним из помощников лидера ЛДПР. Этот депутат провел в Госдуме почти 10 лет, но ни одной из его законотворческих инициатив даже соратники по партии не воспринимали всерьез. Парламентарий то предлагал ввести уголовную ответственность для лесбиянок, то пытался организовать гей-парад в Москве. Он требовал от прокуратуры привлечь к суду бывшего президента США Билла Клинтона и обращался в Минобороны с предложением нанести немедленный атомный удар по Америке. Леша Митрофанов был самым ярким депутатом Госдумы, потому что он тусовался среди звезд. Но вот парадокс. Несмотря на свои странности, Митрофанов почему-то постоянно оказывался в партийных списках. Сначала ЛДПР, а потом и справедливой России. И даже когда его хотели лишить неприкосновенности, он и тут сумел выкрутиться. Насколько я знаю, он сын Юрия Владимировича Андропова. И быть сыном такого деятеля, это тоже на детстве его сказалось. В МГИМО он учился с внуком Брежнева. Странно, но сам Митрофанов слухов о родстве с кенсеками и министрами советского времени никогда не отрицал. Мало того, плодил новые легенды и умело этим пользовался. Эта женщина – одна из близких подруг Митрофанова, актриса Елена Бонд. 12 лет назад она снялась в порнофильме, сценарий которого написал сам депутат. Елена говорит, Алексей мечтал о знакомствах в светской тусовке. Ему нравилась красивая жизнь, связи с актрисами и певцами. Она же была для него не просто артисткой, а настоящей постельной музой. То есть мы с ним были, то есть в интимных отношениях, то есть был, то есть роман у меня с ним был. Правда, для самой Елены такие связи во власти оказались бесполезными. Фильм Митрофанова, в котором актриса изображает нимфоманку с внешностью Юлии Тимошенко, она тогда была премьер-министром Украины, успеха не имел. Более того, Митрофанову даже пришлось извиняться перед украинскими партнерами. Особых денег за фильм порно-звезда начала двухтысячных тоже не получила. Ну, то есть там, когда как, то есть тысячи рублей, то есть вот так вот старался давать, что было, то есть мне отдавал. В двухтысячных он словно бы пытался убедить всех, что буквально хватает звезды с неба. Вот его фотография с группой Тату, которую Митрофанов якобы продюсировал. Но люди, которые помнят то время, говорят, этого депутата хорошо знали совсем в других кругах. В те времена практически все, ну, прошу прощения, может быть, кого-то обидел из политиков, но многие политики были завязаны и имели тесный контакт с криминальным миром. Но что общего могло быть у депутата Митрофанова с представителями криминального мира? На чем Митрофанов делал свои миллионы долларов? В чьих интересах он действовал? И почему так держался за свое депутатское кресло? Кто они? Рейдеры двухтысячных? И что сегодня с этими людьми? Коммунист Денис Вороненков, в отличие от Митрофанова, мог так и остаться ничем не выдающимся членом Государственной Думы, если бы не связал свою судьбу с депутаткой и оперной дивой Марии Мацаковой. Это событие стало знаковым для всей Госдумы. Когда вся эта история пошла, у меня лично возникло ощущение, я имею в виду со свадьбой, с пышной, причем такой, с приглашением всех депутатов, с рождением межфракционного депутатского ребенка, с приглашением всех в буфет, где бесплатно все будут к каме, кстати, как чувствовал, не пошел, тоже ничего за их счет не ел, не пил. Знаете, мне тогда возникло ощущение наращитости. А ведь поначалу все шло как по нотам. Два депутата, Максакова и Вороненков, судя по налоговым декларациям, жили довольно скромно. Весь бюджет семьи только депутатские зарплаты, около пяти миллионов в год. Но как объяснить тогда наличие вот этой квартиры в доме на Тверской улице в Москве? Она принадлежит семье Вороненкова. Девять комнат, общая площадь, почти полгектара. Рыночная цена такого жилья, как говорят эксперты, может доходить до пятисот миллионов рублей. И это далеко не все семейные ценности. Судя по документам, которые нам удалось найти, у Вороненкова было как минимум три квартиры в элитных домах, пять машин бизнес-класса и несколько земельных участков в Подмосковье. У него был Мерседес из класса, он оставлял его за квартал, там шел пешком или на другой машине приезжал, чтобы никто не видел, что у него есть на непосильно нажитую зарплату какие-то денежные средства. Общая стоимость всех активов по самым скромным подсчетам более миллиарда рублей. Но откуда у коммуниста деньги на жизнь, которая доступна разве что промышленным магнатам? Он людей выдуривал. У него была простая история, вот он идет к чиновнику, ему говорят вот столько, он к клиенту подходит и говорит в два раза больше. Этот человек когда-то был соседом будущего депутата. Он дал эксклюзивное интервью нашей программе. Роман Сапунов признается, чем на самом деле занимался Вороненков, знал весь дом. Он начинал карьеру в военной прокуратуре, но свой первый миллион заработал совсем не на госслужбе, а на торговле поддельными дипломами о высшем образовании. Он скупал оптом дипломы высших учебных заведений и реализовывал их среди своих знакомых и тех, кто нуждался. Позже бизнес Вороненкова стал еще более масштабным. На продажу пошли удостоверения сотрудников прокуратуры, причем их удавалось проводить через официальную базу силового ведомства. Если дипломы были липы, где-то там покупались в подворотне, то удостоверения военной прокуратуры, следовательной прокуратуры были официальными с водяными знаками. Мало того, покупатели получали еще и особый вкладыш, который давал право носить огнестрельное оружие. Такая фирма настоящая находка для преступных группировок. Невероятно, но правоохранительные органы Рязани много лет искали человека, который занимался подделкой таких документов. Однако выйти на него так и не смогли. Специалисты говорят, это и не удивительно, ведь расследование таких преступлений мог вести как раз сам Вороненков. Денис вынужден был бы, грубо говоря, сдавать самого себя, поэтому он не давал информацию против себя и против людей, с кем он работает, либо давал, но в искаженном виде. Последний раз Сапунов столкнулся со своим соседом на Рублевке. Он тогда был сотрудником частного охранного предприятия, которое пыталось предотвратить рейдерский захват коттеджного поселка. По иронии судьбы, атакой руководил Вороненков. Приехали они на двух или трех машинах лэндкраузер, один был в форме МВД, один был гражданский, и вот тогда я увидел Дениса Вороненкова, который был в форме служащего республиенции. Взгляд был посмелее и более дерзкий, к нему подходили, советовались, он руководил полковником МВД. Но каким образом коммунисту Вороненкову удавалось совмещать хищное рейдерство с мирной депутатской деятельностью? Сколько стоила такая неприкосновенность? Как он умудрялся выходить сухим из воды? И почему даже сейчас нашлись люди, которые считают, что Вороненков все еще жив? Объектами рейдерской атаки становятся самые прибыльные компании. Самый простой способ завладеть таким предприятием предварительно его обанкротить. Схема нехитрая. Административный ресурс и близость к власти позволяли это делать быстро и с гарантией. Сразу и не поверишь, но за этой непрезентабельной табличкой когда-то скрывалось предприятие с миллиардным оборотом. Кира в лес. Эта государственная компания объединила 36 лесных хозяйств и занималась сбытом древесины не только на территории области, но и далеко за пределами. Во время кризиса 2008 года это было едва ли не единственное предприятие в Кировской области, которое приносило стабильный доход. Единственное предприятие, которое на свою прибыль удалилось полностью перевооружиться, расширить, внести новые технологии в производство, исключить огромную сеть контрактов. Только вдумайтесь, в штате трудилось 4 тысячи сотрудников, 450 миллионов налогов поступало в казну, 36 миллионов рублей чистой прибыли. Все изменилось, когда в Кировскую область пришел новый губернатор Никита Белых. Члены его команды сделали все, чтобы разорить Киров лес. Сегодня предприятие, которое создавалось еще в сталинские времена, представляет собой удручающее зрелище. Киров леса больше нет. Процедура банкротства идет полным ходом. У нас осталось 20 человек всего. И деятельности никакой нет. Мужчины в полосатом похоже, что загорелся глаз на это. В те годы Навальный обычный коммерсант, не слишком успешный. Сначала он пытался открыть парикмахерскую, потом промышлял спекуляциями на бирже. Попытка заняться розничной торговлей обернулась провалом. Компании, которые открывал начинающий предприниматель Навальный, закрывались одна за другой. В 2009 благодаря своей связи с Марией Гайдар, дочерью главного реформатора 90-х Егора Гайдара. Он стал советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Вообще приглашал не Белых. Это важный момент. Пригласил его Маши Гайдар. Весь регион знает, что Никита Юрьевич был в близких отношениях с Марией Гайдар. Сама Мария Гайдар получила в команде губернатора должность заместителя председателя правительства. Дружба Марии Гайдар и Никиты Белых плавно перетекла в новую связь с Навальным. Кировский любовный треугольник. Так прозвали в народе эти высокие политические отношения. Сергей Корнаухов в то время был заместителем председателя правительства Кировской области. Все происходило на его глазах. Вы сидите в кабинете, к вам приходят журналисты, вам задают вопрос, скажите, а Маша Гайдар спит с Навальным или нет? А вы замгубернатор по противодействию коррупции, что мне сказать? При этом в Москве у Навального остались жена и двое детей, которых надо содержать. Новая должность Навального, советник губернатора, была работой на общественных началах. Зарплату он за это не получал. Казалось бы, сплошные убытки, но это только на первый взгляд. Навальный выполнял деликатные поручения кировского губернатора. Те, которые не могут выполнить ни его заместитель, ни какое-то официальное лицо. В Кирове Навальный поселился гостиница находилась всего в 300 метрах от работы. Правда, по словам бывших коллег, советник губернатора на работе появлялся нечасто. Все, что мы видели, это присутствие Алексея Навального всегда рядом с Машей Гайдар. Они ходили чуть ли не за ручку, по Кирову. Они вечерами сидели в ресторанах, кушали, днем они с улыбками переходили в другие рестораны. То есть, собственно говоря, ничего не делали. Судя по этим фото, Навальный действительно даром времени терял. Вот он после удачной охоты вместе с губернатором позирует с тушками вальшнепов, а здесь с убитыми тетеревами в той же компании. Навальный старался всегда быть под рукой. Вот лишь одна из схем прокрученных в 2009 году. Для Кировского перинатального центра правительственные чиновники приобрели томограф. Мало того, что аппарат оказался сильно устаревшим, так еще и закуплен он был по явно завышенной цене. Вместо 32 миллионов за томограф отдали 92. Куда ушла разница в 60 миллионов, так и осталось загадкой. Алексей Навальный привел директора науза медицинских центров ко мне в кабинет. Познакомился с ним и попросил меня дать гарантию того, что в случае, если будут осуществляться поставки того или иного оборудования, я сделаю все для того, чтобы силовики не вмешивались в этот проект. То, чем занимался Навальный, было сведено к поиску тем, в кавычках, которые позволяют быстро и относительно безопасно изымать бюджетные средства все в карман. Уголовное дело, конечно, завели, но сухими из воды вышли все. И губернатор, и советник, и их общая подруга Гайдар, которая вела переговоры с московской фирмой, поставившей в область золотой домограф. Дальше больше. 100 миллионов рублей от партии СПС на проведение рекламной кампании. Огромный контракт достался именно ему, человеку без знаний и опыта. На этой сделке Навальный неплохо заработал 5 миллионов рублей. Но и судьба оставшихся 95 миллионов непонятна. Они словно растворились в воздухе. Правоохранители затеяли проверку, но она не принесла результатов. В этой истории странным образом не оказалось пострадавших. Сработала классическая схема. Подрядчики свои же фирмы однодневки. Деньги получили, разошлись, претензий ни у кого нет. 100 миллионов куда-то пропали, отчетных документов нет, все финансовые документы, как говорит нам СССР, комитет уничтожен. Ну и естественно, как тут можно работать, если сама жертва преступления, она говорит, что она не жертва. То есть это сговор. Вот и все. Важная деталь. В тот момент партийной кассой заведовал Никита Белых. Старшие товарищи не раз выручали Навального. Накануне своего переезда в Кировскую область, будущий советник губернатора устроил стрельбу на почве ревности к Марии Гайдар в московском клубе «Гоголь». Спокойно, я сказал! Хватит драться! Ты что, лезешь, идиот? Правоохранители завели дело, но Навальный странным образом избежал наказания и в этот раз. Руководителю органов внутренних дел, который вел расследование, звонил лично губернатор Белых и общался с ним по поводу этого дела. То есть он попросту отмазывал. Но самым серьезным бизнес-проектом Навального стало дело Кировлеса. На дворе кризис, а тут деньги текут рекой. Тысячи кубометров леса каждый месяц уходят на продажу. Миллионы рублей проплывают мимо команды Белых. Это была настоящая золотая жила, и Навальный готовился осуществить настоящий рейдерский захват. Смотрите далее. Отжать и поделить. В чем настоящая юридическая сила, брат? Грабеж средь бела дня. Как они зарабатывают на рейдерских захватах и что происходит с отжатыми предприятиями? Почему Навальному так и не удалось отобрать Кира в лес? И почему он был вынужден бежать из России? Никита взял за руку буквально Навального, садил на джип и вылез. Иногда они возвращаются. Для чего экономические киллеры изображают собственные похороны? Вся недвижимость, которая принадлежала ему, принадлежит теперь его семье предыдущей. Офицерские звания и награды по сходной цене. Сколько стоят такие заслуги перед Отечеством? Начиная от 100 тысяч долларов он брал решать вопросы. Алло, гараж! Чем так приглянулась рейдерам обычная автостоянка на окраине Москвы? Стрелял! Кого стрелял? Вы человека забили? Вы что, ебаные? Какие вольные? Блеск и нищета охотников за чужими сокровищами. Как они получили свои богатства и почему в итоге остались ни с чем? Смотрите прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА на чужое имущество первыми. Они тщательно изучают историю предприятия или объекта. Их главная задача найти долги фирмы или малейший повод для юридических претензий. Как в басне Крылова ты виноват уже тем, что хочется мне кушать. Если твой объект, твое имущество кого-то заинтересовало, а этот человек нечестен на руку, и у него есть криминальные связи, связи в области, он пытается этот объект заходить. Если долгов нет, их стоит придумать. Если нарушений нет, их надо найти. Подавать иски, инициировать проверки, блокировать счета. В ход идут все ресурсы, в том числе и специально подготовленные люди с мандатами. Этого человека в Самаре называли водочным королем. Олег Дергилев пережил не одну попытку рейдерского захвата своих заводов, и всякий раз ему удавалось отбивать атаки конкурентов. Поговаривали, что Дергилев был связан с местными криминальными авторитетами, которые и обеспечивали ему защиту от рейдеров. Но к 2013 году воровская крыша короля похоже дала трещину. Неизвестные люди захватили его машину прямо в центре города. Как сообщал один из самарских телеканалов, Дергилева и его охранника связали, водителя заперли в багажнике. Словно в бандитском боевике вывезли в лес. Водочного магната и его охранника расстреляли. Водителя почему-то оставили в живых. Оперативники были уверены, произошло демонстративное убийство. Предпринимателя убили выстрелом в поле. Но кому понадобилась эта показательная акция? И главное, почему после гибели водочного короля Самары следователи нашли в его сейфе расписку от депутата Государственной Думы Алексея Митрофанова на полтора миллиона евро? Что связывало этих уважаемых людей? Здесь речь может идти о том, что Алексей Митрофанов, используя свои связи в органах исполнительной власти, обещал Дергилеву те либо иные преференции в его бизнесе. Позже следователи раскопали еще более удивительные факты. Алексей Митрофанов, как говорят эксперты, действительно взял в долг крупную сумму у бизнесмена из Самары, а после этого исчез и сменил номер мобильного телефона. Не слишком ли много совпадений в этой истории? Для чего на самом деле расстреляли одного из кредиторов бывшего депутата Государственной Думы? Внешняя канва событий дает очень серьезные основания для подозрений. Алексей у него занял крупную сумму в валюте и не вернул. Это уникальная видеозапись. На ней тогда еще депутат Митрофанов лично вмешивается в спор двух хозяйствующих субъектов в Москве. Давайте, расскажите нам, что происходило, что, в чем дело, почему радио Сити-ФМ сообщает, что здесь голодовка идет. В середине нулевых ночной развлекательный клуб «Слава» делили две влиятельные группировки. У обеих за спиной десятки рейдерских захватов. Поначалу кажется, что силы равны. Баланс резко меняется, когда на сцене появляется депутат Митрофанов. Все прекрасно понимают, вот это лицо действительно лучше не трогать. Я депутат Государственной Думы. Вы похожи на чеченского террориста. Криминальный след за другим рейдером Вороненковым тянется с конца 90-х. Он был замешан в громком ограблении агрофирмы в Рязанской области. Группа преступников странным образом угадала день, когда в бухгалтерии бывшего колхоза окажутся несколько миллионов рублей наличными. Но грабителей обезвредила служба безопасности предприятия. Среди охранников по иронии судьбы оказался и сосед Вороненкова Роман Сапунов. Я хотел уже ориентироваться за теми нападающими, когда мне сказали там еще один сидит в машине. Я разбиваю боковое стекло водительское и в общем-то и был фрапированный тем, в кого я там увидел. Я увидел там Вороненкова Дениса. После неудачного ограбления Вороненков исчез почти на 10 лет. Его возвращение можно считать триумфальным. Человек, которого подозревали в торговле фальшивыми документами, получил мандат депутата фракции КПРФ, а позже и место в Центральном комитете Компартии. Не будем лукавить, он был долларовым миллионером. Вот этот фактор, на мой взгляд, и сыграл ключевую роль в том, что Дениса такая начала складываться стремительная карьера. Свой самый яркий рейдерский захват Вороненков осуществил в 2001 году. Пожалуй, единственный случай в истории, когда торговый центр удалось отжать с помощью дивана. Подставная фирма внесла мебель в уставной капитал организации и на этом основании потребовала свою долю в прибыли. При рыночной стоимости 127 миллионов рублей Вороненков с подельниками получили фирму всего за 20. Вороненков всегда чувствовал, на чем можно обогатиться. За внешней скромностью скрывался классический авантюрист. Он вот абсолютно вот беспредельный персонаж. И мне просто смешно, как люди попадались на его в последующем удочку и какая коммунистическая партия из него сделала депутатом за какие его заслуги. Потому что он и говорить-то еле-еле там что-то мычал. Тяга громким титулом была патологической. Однажды Вороненков обратился к Александру Хинштейну с необычной просьбой. Ну вот Маша Максакова есть еще, слушай, вот никак не могут дать звание заслуженные артистки. Ты можешь с министром договориться, чтобы дали звание, а я вот за это буду хорошо выступать. Не для себя старался. Как говорится, только волею пославшей его жены. Впрочем, заслуженной артисткой Максакова так и не стало. Все, о чем только можно мечтать, мешало только одно пристальное внимание правоохранительных органов. Их очень интересовало, чем на самом деле занимается Вороненков, прикрываясь мандатом. Только с третьего захода прокуратуре удалось лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности. Спасаясь от уголовного преследования, он сбежал на Украину. Что было дальше, все знают. Загадочное убийство Вороненкова, в котором Киев подозревает бывшего мужа Киевина, известного также как вор в законе Тюрик. Он свою вину отрицает и оснований не верить ему нет. Даже соседи Вороненкова подтверждают, что первый и второй мужья Максаковой отлично ладили друг с другом и даже дружили семьями. С детьми он появлялся, потому что очень хороший мужик. В смерти Вороненкова многое кажется странным. И по мнению некоторых экспертов его расстрел может оказаться всего лишь грамотной инсценировкой. Вороненкова действительно стреляли, но ему удалось выжить. Милена Дайнека, актриса и телеведущая, живет в том же доме на Тверской, где располагаются элитные апартаменты Вороненкова. В одном из интервью она поделилась сенсационной информацией. По словам Милены, ее бывший муж встречался с человеком, как две капли воды, похожим на якобы убитого депутата Вороненкова. И живет этот человек не где-нибудь, а на даче у своей первой жены Юлии. Странным образом почему-то после смерти, опять же, я не верю, что он мертв, да, господину Вороненкова. Вся недвижимость, которая принадлежала ему, принадлежит теперь его семье предыдущей. Что на самом деле произошло с Вороненковым? Возможно ли жизнь после смерти? И правда ли, что убитые рейдеры иногда возвращаются в дело? Все рейдерские атаки так или иначе похожи друг на друга. Схема, использованная Навальным для захвата государственного Кировлеса особой оригинальностью не отличалась. Используя административный ресурс, довести предприятие до банкротства, после чего купить его за бесценок. При этом процесс разорения Кировлеса тоже должен был принести определенную прибыль. Он сделал очень простую вещь. Он взял сбыт, отрезал от предприятия. Та маржа, которая шла на развитие предприятия, она пошла Навальному в карман. На деле все было так. 18 марта 2009 года в Киров приезжает давний товарищ Навального Петр Офицеров. Он создает ВЛК, Вятскую лесную компанию. Новая контора не что иное, как прокладка, подставная частная фирма для заключения договора с государственным Кировлесом. Куда надежнее иметь отношение с тем, кого давно знаешь. Господин Навальный потребовал, чтобы мы все ввели через ВЛК. Директор офицеров, который ранее занимался только тем, что проводил тренинги по продажам для сотрудников Ашана, был крайне далек от лесной промышленности. Впрочем, это никого не смущало. Развивать предприятие никто не собирался. Задачи были другие. Нам нужна легализация, институциализация и признание. Проект площадки именно для этого. А бабло давай через свою доску получай. Они все продумали до мелочей. Сняли офис, набрали секретарш и заключили договор за ведомо невыгодный Кировлесу. Новая фирма покупала древесину по цене значительно ниже рыночной, добавляла проценты сверху и продавала лес старым клиентам Кировлеса, тем, кто раньше получал заказ напрямую от госпредприятия. Вроде все окей. А ты все эти агентские и комиссионные не стал включать? Где-то 7%. Вы просто это устно согласовываете заранее и так определяете цену. Через эту прокладку можно душить предприятие и фактически обнулять вообще хоть какую-то его прибыль. Можно его делать заведом убыточным. Навальный и офицеров забирали в среднем до 5% с оборота. Это были деньги из воздуха. Если бы такая схема просуществовала хотя бы год, они бы сорвали куш в 30-50 миллионов рублей. Это просто реально бумажная компания, которая забирала на себя всю прибыль госпредприятия. Полученную маржу предприимчивые коммерсанты клали себе в карман. В общении между собой Навальный и офицеров соблюдали полную секретность. Вели тайную переписку, для звонков приобрели телефоны, оформленные на подставных людей. Телефон оформить на кого угодно, но не на тебя. Вот ссылка на программу. Установи ее, и мы будем обмениваться шифрованными файлами. Сам факт доказано, это общеизвестные факты, по-моему, даже сам Навальный это не отрицает. Он просто говорит, что это нормальный российский бизнес. За пять месяцев закадычные друзья хорошо обогатились, а Кираблес получил убытков на 16 миллионов рублей. Ситуация становилась критической, предприятие фактически шло к банкротству. Что творится в наших глубинках, им глубоко плевать. Лесники, мужики, которые работали, они сегодня остались безработны. Директор Кираблеса Опалев пытался вернуть прежнюю схему работы или хотя бы начать продавать древесину в обход Вятской лесной компании. Но это означало пойти на конфликт с людьми губернатора. Опалеву угрожали расправой. На суде, который состоится позже, Навальный, конечно, будет все отрицать. Однако его тайная переписка с офицером, опубликованная небезызвестным хакером Хэллом расставила все на свои места. Покупая товар под письмо с одобрением губера, мы создадим рабочую группу по вопросам Кира Влеса, в которую войдешь ты. Тебя оформим его советником на общественных началах. Навальный постарался сделать все, чтобы наказать хакера, вскрывшего секретные переговоры. Когда выяснилось, что человек, который прячется под псевдонимом Хакер Хэлл, может находиться в Германии, срока. Таким образом, Навальный сам того не желая, с помощью европейского правосудия, подтвердил подлинность опубликованной почты. Бизнес-схема Святской лесной компании просуществовала недолго. Когда Опалев понял, что Кировлес идет ко дну, он разорвал отношения с фирмой Офицерова. И, конечно, тут же остался без работы. Ссоры, руганье с правительством, отстранение меня от должности за то, что я не стал работать в ЛК. Это все принудило к тому, я просто взял уборец. Что было бы, если бы Опалев продолжал выполнять указания Навального и Офицерова, представить несложно. Кировлес с его миллиардными оборотами обанкротили умышленно, чтобы выкупить его потом за бесценок. Это была самая настоящая рейдерская атака. Удивительная деталь. В письмах, опубликованных хакером Хеллом, Навальный обращался к своим друзьям не иначе, как «Привет, рейдеры!» И в подлинности этой переписки не сомневается даже немецкий суд. Кстати, в какой-то момент у Навального появился конкурент Андрей Вотинов. Еще один советник Никита Белых тоже планировал отхватить свой кусок пирога. Вотинов вымогал у директора Кировлеса-Ополева 10 миллионов рублей и 5% от годового оборота предприятия. Его взяли с поличным. В итоге приговор три года колонии. Навального попытались арестовать прямо в здании правительства. Специально для этого вызвали опергруппу из Нижнего Новгорода. Даже пресса была на готове. Журналисты сидели в соседнем кабинете и ждали сенсации. Но ничего не произошло. На выручку Навальному снова пришел Никита Белых. Алексей поднимался. В это время Никита взял за руку буквально Навального затащил его к себе в лифт и по своей лестнице спустил посадил на джип и вывез. Свой вклад в спасение Навального внесла и Мария Гайдар. С ее подачи понимая что ему может грозить уголовное преследование Навальный сбежал из Кирова в США в знаменитый Ельский университет на курс молодых политических лидеров. Мария Егоровна все бросила вылетела в Москву и поехала в субботу в посольство США. После этого было сформировано решение отправить Алексея Навального в Ельский университет от уголовного преследования Кировского по делу Кировлеса. Через полгода Кировский рейдер прилетел в Москву с новыми идеями и уже совсем в другом статусе. Оппозиционный политик. Новая бизнес-схема на которой тоже можно неплохо заработать. Кстати в прошлом году покровителя Навального губернатора Никиту Белых задержали при 50 тысяч евро в одном из московских ресторанов. Любопытное совпадение. Деньги передавал некий бизнесмен Юрий Зутхаймер владелец частной лесохозяйственной управляющей компании которую считают правоприемницей Кировлеса. Роскошные апартаменты дорогие автомобили и личная охрана. Сколько стоит такая красивая жизнь и почему она кончается так внезапно? Там такая квартира остаться в живых кого боятся рейдеры и сколько стоит возможность тихо уйти на заслуженный отдых. Там ваши люди придут они уже поделят территорию. Последнее поле экспериментов как карьера одного из самых эпатажных решал страны закончилась на обычном московском пустыре. Очень дорогие квартиры очень дорогие нежилые помещения люди отдавали миллионы долларов. Для чего Алексею Навальному понадобилось удостоверение адвоката и каким образом он его получил? Ему так надоели вопросы откуда у тебя деньги? Подайте бывшему депутату Государственной Думы на чем делают деньги фальшивые генералы, липовые адвокаты и прочие отцы русской демократии. Большой хопок и малый дереван особенности национального отжима. Смотрите прямо сейчас. на этом пустыре закончилась карьера человека, которого считали едва ли не самым успешным решалой страны. Очередной спор хозяйствующих субъектов стал последним для депутата Госдумы Алексея Митрофанова. А не подскажете, здесь стройка ведется? Я сам только первый раз приехал. Смотрю, как вагончик забрать это. Рабочие вывозят со стройплощадки последние материалы. По проекту здесь должны были возвести многоэтажный дом. По факту сделали только забор. Пожалуй, самый дорогой забор в России за полтора миллиарда рублей. Без какой-либо документации, в том числе разрешительной, вообще без ничего, собирали денежные средства под договоры, которые юридические силы никак не имели. Первый застройщик исчез даже не выкопав котлован. Вместе с ним и все деньги инвесторов, в том числе и крупного бизнесмена Вячеслава Жарова. Его участие в проекте, по данным экспертов, оценивается в 56 миллионов рублей. И 6,5 из них он поначалу был готов отдать Алексею Митрофанову за помощь в возврате своих инвестиций через суд. Депутат обещал, что сможет повлиять на арбитраж. Но в какой-то момент Жарова, по всей видимости, стали терзать смутные сомнения. Слишком настойчиво Митрофанов требовал денег за решение вопроса. И тогда Жаров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Даже если Митрофанов вымогал денежные средства, это было явно мошенничество. Потому что он не мог сделать то, что он обещал. Затем был грандиозный скандал с уголовным делом и лишением депутатской неприкосновенности. Митрофанову и его жене пришлось уехать за границу. Последний раз их видели в Хорватии. И, судя по всему, он там не бедствует. Как говорят у его супруги есть агентство недвижимости в Хорватии. Невероятно. Но Алексей Навальный, который официально тоже нигде не работает, может себе позволить личную охрану водителя, квартиру площадью 160 квадратных метров за 200 тысяч в месяц и регулярные путешествия. День рождения в Испании, отдых с женой в Париже, лечение в Барселоне. Кстати, проживание в элитном пятизвездочном отеле Ола и Шампле обошлось Навальному в 40 тысяч рублей в сутки. Безработная жена Навального вместе с детьми летала в США. По подсчетам журналистов, одни только билеты на самолет обошлись ей в 200 тысяч. Красиво жить не запретишь. Все это складывается в такую очень странную картину, когда человек, не имея собственного ни бизнеса, ни имея каких-то клиентов постоянных, не имея адвокатской конторы, не работая на каких-то должностях, где он мог действительно что-то заработать. Вот он позволяет себе такой образ жизни. Откуда деньги? Это самый болезненный для Навального вопрос. Он даже статус адвоката в свое время получил для того, чтобы создать хоть какую-то видимость занятости. Он об этом честно пишет своей маме. О том, что ему так надоели вопросы откуда у тебя деньги, что вот он решил получить статус адвоката для того, чтобы говорить, что он является адвокатом и зарабатывает при помощи адвокатской деятельности. Впрочем, несколько лет назад Навального все же лишили адвокатского статуса. Откуда у Липового, нигде не работающего адвоката деньги на квартиры, машины и акции предприятий объяснять становится все сложнее. Но сделать это рано или поздно все же придется. Тем более, что такие вопросы теперь возникают даже у его ближайших сторонников.